Россия держится на трех китах – Путин, чекисты и коррупция. Если про деда с его махинациями журналисты рассказывают постоянно, то силовиков часто обделяют вниманием – пора это исправить. Все знают, что силовики в России – это отдельная каста со своими порядками, интересами и нравами. Но как получилось, что люди, которые должны защищать справедливость и закон, сами регулярно его нарушают? Почему наши спецслужбы – это скорее преступные группировки, чем блюстители порядка? Меня зовут Даша Ферьян, и это новая программа «Досье на ФСБ», где мы рассказываем о преступлениях ФСБ в России. Сегодня я расскажу, как российские силовики срослись с криминалом, как выглядят клановые воины ФСБ, и как еще до всякого Пригожина Игорь Сечин пытался набрать себе личную армию. Тесная связь криминала и госструктур – это не путинское изобретение. Еще в 30-е годы, когда ГУЛАГ стал расползаться по стране, лагерное начальство часто опиралось на уголовников. Они должны были прессовать политических и заставляли работать других зэков. В 90-е, когда государство резко ослабло, множество бывших сотрудников КГБ либо остались без работы, либо стали получать копейки, как и остальное население. Но их навыки шпионажа, умение обращаться с оружием и опыт в силовых структурах оказались очень востребованы в криминальном мире, куда их охотно нанимали на работу. Там было и денег больше, и карьерный рост более прозрачный. Те же, кто оставались в рядах уже ФСБ, вынуждены были сотрудничать с различными ОПГ, ведь ресурсов на борьбу с ними у государства попросту не было. Участвовал в криминальных историях и сам Владимир Путин. От скандальной эпопеи с экспортными лицензиями до прямого сотрудничества с бандитами в морском порту Санкт-Петербурга. Путин, по сути, был связующим звеном между местным ФСБ, криминальными авторитетами и администрацией города. После того, как его назначили директором ФСБ, он провел своеобразную реструктуризацию спецслужб. По сути, поувольнял кучу народу, заменив их на своих, лояльных людей из Питера. Постепенно путинские оказались не только внутри ФСБ, но и проникли на разные госдолжности, а также в коммерческие и некоммерческие организации. В итоге в центре политической системы России оказался союз чекистов, чиновников и бандитов. Всего через пару лет у России появятся читы на деньги. Взлетевшие цены на нефть сказочно обогатят эту криминальную коалицию. Получив доступ к безлимитным финансам, жулики начали проводить популистскую политику. Мы вам не мешаем хорошо жить, а вы не лезете в наши дела. Жить хорошо, конечно, никто не стал, кроме этой коалиции. И в итоге коррупция в России и достигла тех невероятных масштабов, что есть сейчас. ФСБ сегодня – это плод запретной любви российского криминала, коррупции и государственных структур. Внутри ведомства есть свои группировки и покровители. Их интересы часто противоречат друг другу и выливаются в клановую борьбу между силовиками. Пожалуй, если говорить о бандитах в ФСБ, самый подходящий и одиозный отдел структуры, с которого стоит начать – это 9-е управление, также известное как Управление собственной безопасности. Основная формальная задача ОСБ – это искать жуликов, коррупционеров и предателей среди своих коллег в других отделах. Однако полномочия ОСБ часто распространяются и на другие службы – МВД, МЧС, СИН и другие. Кроме того, ОСБ занимается делами, связанными с банковским сектором – отмывание, контрабанда, обналичка и прочее. Соответственно, деньги там крутятся очень приличные. Вот и получается, что ОСБ – это кузница самых богатых и влиятельных кадров среди ФСБ. И некоторые имена вы наверняка слышали. Например, нынешний секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев свои высокие посты в ФСБ начинал именно с 9-го управления. Руководителем ОСБ в начале нулевых был Владимир Анисимов. «Новая газета» называла его одним из главных руководителей Бесланской операции по освобождению заложников. В середине нулевых девятка начала мощно усиливаться среди чекистов. ОСБ заколабились с управлением М, которые занимались коррупцией во многих силовых ведомствах. Такой мощный кроссовер привел к тому, что девятка распространила свое влияние и на других силовиков. И занялась крышеванием бизнесменов, связанных с обналичиванием и отмыванием средств. А спустя всего 10 лет управление доросло уже до уголовных дел против губернаторов и генералов. Это случилось при Сергее Королеве. Наши источники говорят, что именно он может стать следующим главой ФСБ. Королев, кстати, достоин отдельного упоминания. Его фотографий в интернете просто не найти. Он совсем не любит быть в центре внимания. Оно и неудивительно, ведь Королев буквально вышел из криминала. Кроме связи с Братской и Тамбовско-Малышевской ОПГ, он, вероятно, связан еще и с одним из главных киллеров России – Асланом Джако Гагиевым. На счету банды Джако более 60 убийств. Но ее глава в 2011 году смог сбежать из России по поддельному паспорту на чужое имя. Такое возможно только если у тебя есть очень высокие связи в ФСБ. Гагиев в обращении к австрийскому суду почти прямо указывает на Королева. Из России меня вывез руководитель девятой службы ФСБ. Он сказал, что ничем не может мне помочь. Он сказал, есть решение. Он дал мне 10 тысяч долларов и решил, что это единственное, чем он может мне помочь. Руководители девятки крутили там свои порядки 10 лет. И это привело к событиям в 2010-х, то есть делам Сугробова и Улюкаева. А личные армии, кстати, придумал не Евгений Пригожин. Такой силовой и преступный метод борьбы за свои интересы внедрили путинские элиты. И, конечно же, с помощью ФСБ. Под конец своего президентского срока Дмитрий Медведев задумался о том, что неплохо было бы получить себе силовое представительство. По сути, свой личный отдел чекистов, которые всегда сделают грязную работу. Тем более, что такие уже были у других представителей путинской элиты. В результате в 2011 году в МВД появилось Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Главой нового управления был назначен 24-летний Денис Сугробов, ставший тогда самым молодым генералом полиции в стране. Его кандидатуру проталкивал главный кадровик Путина, бывший замминистра МВД Евгений Школов. Поначалу ничего не предвещало беды. Сугробов и его люди даже получали госнаграды и премии. Но было одно «но». Фактически ГУЭП взял на себя полномочия ОСБ, уголовные дела в финансовом секторе. Такой расклад резко противоречил денежным интересам людей из 9-го управления ФСБ. Как же теперь воровать? Первым настоящим конфликтом двух отделов можно считать дело против Владимира Райзвиха, посредника между больницами и компанией Симмонс. Во время прослушки разговоров топ-менеджмента Симмонс в ГУЭП узнали, как последние обсуждали откат бывшему главе РЖД Владимиру Якунину. Это был сильный удар по ОСБ. 9-го тогда занималась обеспечением безопасности коррупционных схем железнодорожников, по сути крышеванием. Такой жирный улов так воодушевил Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова, что они уже даже начали обсуждать вероятность увольнения ряда лиц из руководства Лубянки. Это, кстати, частично и был изначальный план покровителя Сугробова Евгения Школова. Он очень хотел ослабить влияние Патрушева и Сечина в окружении Путина. И новый отдел МВД очень хорошо подходил для этой цели. Но сюжетный поворот. На тот момент Сугробова тоже прослушивали. Разговор с его замом дошел до директора ФСБ Бортникова, который на совещании Совбеза приказал начать разработку команды Гуэба. В итоге ФСБшники, прямо как в кино, придумали целую подставную операцию. Только не чтобы поймать злодеев, а чтобы убрать конкурентов, которые мешали им стричь деньги. В общем, людям Сугробова дали наводку на коррупцию в 6-м отделе ОСБ. Гуэбовцы взяли в разработку замначальника отдела Игоря Демина. Полицейские через посредников заслали ему своего агента. Тот представился бизнесменом, которому нужна крыша ОСБ за 10 тысяч долларов. Только вот после передачи денег за крышу задержан был не Демин, а агент Гуэбовцев и сами оперативники. ОСБ провело обыски в помещениях Гуэба и изъяло все материалы их дел и доказательства прослушки Сименс. За день до этого СК возбудил уголовное дело о провокации взятки. Арестовали самого Сугробова и его зама Колесникова, а также пару полицейских из Гуэба. Из Колесникова выбивали признание и давили заведением уголовного дела на его жену. Якобы она передавала ему кокаин в СИЗО на подошве кроссовок. 16 июня 2014 года во время допроса в Следственном комитете Борис Колесников выпал с шестого этажа и разбился насмерть. А Дениса Сугробова обвинили в создании организованного преступного сообщества, созданного с целью продвижения по службе и получения государственных наград и премий. Он получил 22 года строгого режима, но срок был сокращен Верховным судом почти в два раза, что стало первым подобным случаем. В начале июня этого года стало известно, что Сугробов выйдет по УДО. Сугробов и Колесников, по сути, оказались в самом центре клановой борьбы. С одной стороны, их управление покушалось на деньги ОСБ, с другой, они стали инструментом для закулистных интриг путинского окружения. Курировал операцию против Дениса Сугробова один из самых влиятельных силовиков России и важный герой нашей следующей истории – Олег Феоктистов. Помните, с чего начиналась прошлая история? Дмитрий Медведев, покидая пост президента, хотел обеспечить себя личным отрядом силовиков. У Дмитрия Анатольевича это не очень получилось. Зато здесь преуспел бывший портфеленосец Путина, а ныне глава Роснефти Игорь Сечин. У Сечина была почти что своя частная армия, вооруженная по последнему слову техники. Формально эта боевая группа называлась Служба безопасности Роснефти, но на самом деле состояла во многом из бывших сотрудников «шестерки», то есть шестой службы ОСБ, которые ушли к Сечину из ФСБ за деньгами побольше. Главой Сечинского спецназа был Олег Феоктистов, один из самых известных и могущественных силовиков в России. Он выпускник, или точнее будет сказать, Северус Снейп ОСБ. Феоктистов много лет метил на пост главы девятой службы, но его амбиция так и не суждено было сбыться. Он покинул ряды ОСБ после скандальных обысков у главы ФТС Андрея Бельянинова, который нажаловался на беспредел Владимиру Путину. Вот как описывал сложившуюся на тот момент ситуацию один из бойцов «шестерки». Игоря Ивановича мы называли папой, а Олега Владимировича – батей. Королев у нас был кем-то вроде свадебного генерала, и все команды на оперативные разработки сходили только от Феоктистова. Первые упоминания о сеченском спецназе появились еще во времена эпопеи с нефтяной компанией «Юкос». Бойцы Сечена попросту блокировали охрану бизнесменов, взламывали двери офисов и во время обысков охраняли следователи прокуратуры. С тех пор имя генерала Феоктистова стало ассоциироваться с громкими арестами высокопоставленных чиновников или бизнесменов. Будь то обыски на черкизовском рынке Тельмана Исмаилова, дело генерала ФСКН Александра Бульбова или задержание губернатора Кировской области Никиты Белых. Так вот, в 2016 году Роснефть собиралась приватизировать Башнефть. Сделку должен был одобрить Минэкономразвитие. И за это его глава Алексей Улюкаев запросил у Сечена 2 миллиона долларов. Совершенно обычное дело для ведения бизнеса в путинской России. Но Сечен платить не захотел и обратился к своим из ФСБ, в частности Олегу Феоктистову. Согласно официальной версии, Феоктистов сообщил директору ФСБ Бордникову, якобы он получил от Сечена информацию о вымогательстве. Феоктистов позднее был свидетелем по делу Улюкаева. «Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняй ему причин. Он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес к зданию Роснефти. Я же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику». Однако, по словам наших источников, все было немного иначе. Именно Сечен решил обратиться в ФСБ с заявлением о вымогательстве со стороны Улюкаева. Он же сам и отдал эти 2 миллиона долларов на оперативный эксперимент. Другой наш источник, бывший высокопоставленный офицер СКР ФСБ, говорит о том, что задержали Улюкаева даже не люди из УСБ, а бойцы Феоктистова, одетые в черную форму с нашивками ФСБ. Улюкаева задержали ребята Олега, а потом уже передали сотрудникам Ивана Ткачева. Все СМИ написали, что задержали Улюкаева работники ФСБ, хотя это было не так. Путин был крайне недоволен ролью Феоктистова в деле Улюкаева и потребовал уволить его со службы в ФСБ. Ему не понравилось, что Сечен перешел границы и создал свою службу безопасности под копирку Федеральной службы безопасности. Вскоре Феоктистов ушел из Роснефти и ФСБ, а наши источники считают, что после дела Улюкаева Сечен лишился части полномочий в управлении 6-й службой. Улюкаев получил 8 лет лишения свободы и недавно вышел по УДО. В апреле этого года он даже презентовал сборник стихов в дежурной рюмочной на Арбате. Разделение властей – это базовая практика для эффективного государства. Ее основной принцип – это система сдержек и противовесов. Когда законодательная, судебная и исполнительная власти разделены, но зависят друг от друга и друг друга контролируют. Путин создал в России свою личную мафиозную версию этой системы. Все ее части конкурируют между собой за деньги и влияние. А великий Путин стоит во главе всего. Вот только такая система не отличается стабильностью, что мы видим даже на примере историй ОСБ. Рано или поздно какая-то группа захочет больше, чем разрешил им президент. И это будет тот самый раскол элит. Этой серией видео мы хотим познакомить вас поближе с закулисными интригами российских чекистов. Как ФСБ поделили денежные потоки и чем на самом деле занимаются силовики – все это вы узнаете из следующих видео. Так что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Пока!